Добро пожаловать друзья на канал invest hacking с вами снова я Антон и это ваш ежедневный крипто обзор сегодня пятница поэтому постараюсь вас долго не задерживать уверен что у вас много дел которым вы хотели бы заняться в пятницу вечером перед субботой воскресеньем нежели смотреть какое-то крипто видео но тем не менее нам надо сегодня поговорить о биткоине о криптовалютах потому что китай снова пугает нас и естественно новостях по классике новички продают боты пугаются в общем поговорим об этом сегодня поговорим также о том сколько раз уже биткоин подвергался такой атаке из Китая и как он обычно выходил из такой ситуации поговорим про цифровой доллар который собирается выпускать федеральная резервная система коротко прокомментирую совет который дал герри генслер еще позавчера вчера забыл вам про него сказать заболтался про акции облигации видео кстати особо никто не посмотрел ну правильно кому это интересно ну и про твиттер про то как они добавили функцию отправки биткоина прям с аккаунта на аккаунт как я думаю что это очень большой шаг ну и про nft там тоже кое-что они сказали про это тоже поговорим итак начнем мы как всегда с графика цены биткоина вчера был второй зеленый день он у нас закрывался вполне себе прилично уровне 44 770 и вроде бы все уже собрались идти на луну но пришли новости как потом выяснится что это были вполне себе не новости а старости и биткоин пролился у нас обратно до уровня 40 тысяч 300 дам в моменте ло у нас было 40 тысяч 675 да не 300 это так уж меня начерчено и сейчас перед тем как записывать это видео для вас послушал еще раз апдейт под дон альта вы знаете я говорю про такого аналитика он на самом деле достаточно редко ошибается по графикам и он сказал буквально следующая и что в принципе имеет значение что этот момент для биткоина сейчас такой make or break до до дай то есть сейчас или никогда грубо говоря и а он отдельно выделял именно этот уровень 45 46 с половиной тысяч на 46 с половиной у меня здесь начерчена зеленая зона но мы видим что здесь bitcoin остановился в том числе и потому что этот уровень имел значение 28 февраля поэтому я свою зеленую зону натяну немножечко пониже да чтобы она включила у нас теперь уровень 28 февраля и раз уж пришло к нему подтверждение у нас вчера и сегодня значит этот уровень имеет значение ничего страшного иногда графики можно подстраивать с счетом того что происходит у нас сейчас и так дон альт говорит о чем что во первых странно видеть или как бы неприятно видеть что bitcoin у нас сильно отстает от s&p 500 то есть главный индекс американской бирже показывает больше силы нежели чем bitcoin и это не хорошо это признак слабости на крипто рынке видим что s&p практически восстановился после своего падения а bitcoin у нас сегодня крошится что же будет если s&p начнет крошиться куда у нас уйдет биток однако раньше дон альт отмечал уровень 46 половиной тысяч как такую инвалидацию до 47000 инвалидацию медведи да то есть после нее bitcoin должен был идти вверх теперь после того как мы подтвердили этот уровень который до самой птицы на теперь поставок мы подтвердили этот уровень на уровень 45000 сейчас мы находимся в таком узком коридоре который скорее всего решит ближайшую судьбу биткоина если bitcoin прольется под 38 то скорее всего медведи возьмут контроль на ближайшее время и биток пойдет ниже да конечно не на 17000 как многие из вас ждут и ожидают но может пойти ниже если же bitcoin пробьет отметку 45 с копейками 45 500 вот ту самую которую он установил у нас буквально сегодня и вчера то скорее всего это все-таки будет бычий кейс можно будет сказать что биткоин наконец установил свой хайл лоу то есть у нас здесь есть один лоу и это будет у нас второй лоу я лично я вы знаете я всегда бык по своей природе и я считаю что биткоин скорее всего пойдет вверх и соответственно сегодня завтра мы увидим разворот неделю посмотрим где мы закроем это конечно чрезвычайно важный вопрос и хорошо бы чтобы мы закрыли и в этой зоне до на недельном графике это кажется достаточно далеко 45 45 копейками на дневном это как-то кажется не так далеко до окажется что мы уже были совсем там близко осталось чуть-чуть и кстати эфир вчера тоже уже закрывался над уровнем 3100 показывал нам силу сегодня естественно проливается вместе с битком мы видим что достаточно мало альтов сегодня в зеленом такой просадки но те которые в зеленом я думаю что они будут дальше показывать силу естественно если биток сильно не пойдет обратно на уровне под 35 и так далее в общем пока кстати золото золото пытается развернуться и пытается забраться за тот уровень 1767 про который мы с вами говорили что в общем тоже достаточно интересно наблюдать итак make a break что будет с биткоином сейчас мы с вами гадать не будем посмотрим как будут развиваться события если вы торгуете то направление движения битка будет уже очень скоро понятно или пробьет эту отметку или пробьет эту отметку и тогда соответственно будет ясно направление но на самом деле новости из китая которые пришли сегодня это были не такие уж новости а статья была опубликована еще 15 сентября и естественно медиа раздула из нее большое большее дело чем это есть на самом деле и рынки среагировали в отличие от одного из первых китайских фадов семнадцатого годов это конечно не серьезно да и потихоньку влияние китая на биткоин уменьшается первый раз когда первый не первый но один из крупных разов когда китай банил биткоин семнадцатом году просадка была больше 30 ближе к 40 процентам сегодня у нас даже 10 не наберется поэтому китай как кто-то заметил в твиттере уже делал это тысячу раз и со временем становится все более и более эффективен в этом да ссылка к матрице когда нео доходит до создателя опять же крипто твиттер можно любить только за его мемы смысле не только а даже и только бы замена можно было бы его любить интересно что многие просто здесь открыт сенатор под туми но на самом деле многие другие сенаторы которые про биткоин кто против такой монетарной политики которая сейчас ведет соединенные штаты они как и я видят возможность для америки в связи с тем что китай банит биткоин то есть где в чем в чем прикол в чем величие биткоина это в том что биткоин используют теорию игры то есть там где один теряет другой приобретает и если китай сознательно отказывается от майнинга а значит кто-то другие другие страны получают здесь возможность если биткоин банят банят в китае закрывают биржи закрывают транзакции значит для америки открывается возможность да то есть и можно перехватить эту эстафету на и кстати очень кстати подходят даты когда и тех на биткоин вот-вот одобрят или продлят я думаю что могут и одобрить хотя конечно это опять же слишком хорошо чтобы быть правдой но если одобрят это будет прекрасное время и аргумент всех политиков ну всех а многих политиков что биткоин это китайское изобретение китайской вещи он держится на китае он тает на глазах каждой последующий бан китая все больше больше дает возможности америки перехватить опять же эту эстафету но и не мог удержаться чтобы не напомнить вам о сайте bitcoin обитчерис обитчерис это некрологи да и здесь мы видим как он умирал сколько раз умирал биткоин наверное с последнего раза как я вам показал сайт он умер еще несколько раз последний раз он умирал 21 сентября bitcoin is nothing more than a highly speculative asset bitcoin это ничто нет ничто больше чем просто очень спекулятивный актив и вот это вот здесь и цена продолжает расти до этого был еще bitcoin scam и из последнего у нас крипто карансе то есть криптовалюты будут не будут ничего стоить в конце концов то есть вот обычно ничего нового стандартный день в криптовалютах между тем наш друг джером пауэлл который вчера у нас целый пол видео мы ему посвятили сегодня он у нас рассказывает что вот-вот запустит цифровой доллар рассматривают изучают и готовы выпустить типа white paper да то есть описание того как это все будет работать ну на самом деле я думаю что эта новость имеет не такое большое значение как она имела несколько лет назад потому что все уже в принципе смирились той мыслью что до государства будут выпускать центральные валюты это не конкуренты биткоина я думаю что все это прекрасно понимает потому что суть не в технологии суть не в том что цифровая валюта или не цифровая суть именно в монетарной политике что биткоинов нельзя напечатать по собственному желанию а доллары можно и чем они цифровее тем проще их напечатать да ну поэтому если если я вижу в этом то что то наверное скорее положительное для биткоина потому что если государство возьмет на себя образовательную часть и научит людей пользоваться цифровыми кошельками то им проще будет перейти от цифровых фантиков к цифровому золоту да ну я имею ввиду биткоин естественно да да ну и вчера я забыл вам прокомментировать сегодня не смог удержаться скажу вам пару слов по поводу вот этого прекрасного твита видео гэри генслера где он на полторы минуты распинается о том дает финансовый не финансовый до финансовый совет молодым людям говорит что вы наверное сейчас улечитесь в колледже может быть только начинаете может быть только заканчивать уже заканчивайте институт и перед вами стоит выбор пойти потусить с друзьями выпить чашечку кофе за 5 долларов старбаксе или сварить кофе себе дома и сэкономить эти пять долларов и дальше он рассказывать что если вы свои ранние 20 с копейками лет откладывать и хотя бы пять долларов раз в неделю инвестируйте их под 8 процентов в какой-нибудь достаточно как это не достаточно нерисковый индекс под 8 процентов годовых то 65 годам у вас будет аж 143 тысячи долларов ну и в общем то он говорит правильную вещь в чем что нужно по возможности тратить значение по возможности необходимо тратить меньше чем вы зарабатываете иначе конечно никакого никаких инвестиций у вас делать не получится нужно экономить да потому что первое первый шаг к инвестициям да это все таки чтобы оставалась какая-то свободная сумма однако что в общем отчего в общем бомбанула весь крипт twitter мы видим здесь крипто битлорд если вы в крипто среде и не полуете крипто битлорда вы им очень много выпускаете очень забавный персонаж и здесь он говорит что забавно смотреть как человеку которого больше 40 миллионов долларов дает финансовый совет студентам да и в общем то в чем фишка в том что во первых 8 процентов не очень просто без риска заработать если у тебя есть всего пять долларов которые ты можешь инвестировать на если у тебя как здесь многие отмечают в комментариях если у тебя как у герри генсера несколько миллионов долларов в активах то тебе открываются все двери для самых интересных инвестиций а пока у тебя 5 долларов на робин гуде ты в лучшем случае можешь покупать s&p 500 это еще не факт как он какие результаты будет показывать на протяжении следующих 40 лет конечно вроде как со временем рынок растет но люди у которых нет финансового образования нет той подготовки которая к сожалению в америке и в америке ладно еще в других странах которые нам более ближе к сердцу не не проводится никакого финансового образования не рассказывают как инвестировать как что такое волатильность что такое тренды то есть существует большая вероятность что люди которые закинули свои последние пять долларов раз в неделю увидев просадку на рынке и послушав говорящие головы где-нибудь на cnbc продадут как обычно внизу купят потом как обычно на хаях ну в общем вы знаете эту историю иными словами вместо того чтобы давать такой неоднозначный совет герри генслер лучше бы нам заапрувил то есть дал зеленый свет тем самым инструментом которые назрели уже давно да нам нужно четкое понимание с американской хотя бы с американской стороны да что такое что является ценными бумагами что не является ценными бумагами тф на биткоин нужен инвесторам в общем лучше делом занимался чем такие глупости советовать но зерно конечно здесь у него есть и зерно в том что нужно тратить меньше чем зарабатываешь ну и последняя новость на сегодня закончим на хорошей ноте кто действительно работает это джек дорси и twitter и они вчера объявили о том что добавили функцию можно отправлять тип через lightning network то есть небольшую сумму денег напрямую через lightning network то есть устанавливать приложение в зависимости от вашего региона это разные приложения и прямо в твиттере в самом появляется кнопочка отправить денежку можно отправить немножечко биткоина и разные приложения от strike дом сейчас ведь это был список в общем можете найти список приложений которые поддерживает twitter и собственно это большой шаг я думаю это такой game changer потому что одно дело когда нужно осваивать новое приложение какой-то и x ui непонятно этим всем пользоваться другое дело как в твиттере отправляешь сообщение также можно легко отправить биткоин и никаких комиссий там не берется потому что все платежи совершаются на lightning network и в числе прочего точнее в числе ну и в числе прочего твиттер также объявил что будут добавлять верификацию для nfc то есть как собственно мы про это говорили рано или поздно они должны были это сделать чтобы в твиттере если кто-то ставит себе на аватарку например какую-то nfc будет появляться какой-то значок который подтверждает действительно ли хозяин владеет этим токеном или просто он нажал control c control и да скопировал сохранил и вставил на свою аватарку то есть теперь тот самый ваш любимый аргумент что nfc можно просто сохранить на десктоп и поставить он как бы отпадает и это первый шаг в сторону той самой той самой метаверс которую собственно и строят на базе nfc если кто не знает что такое метаверс и вообще о чем идет речь посмотрите фильм ready player one я кстати не знаю как это будет по-русски не знаю игрок готовься в общем напишите ready player one и увидите про какой фильм я говорю там как раз про то что все игры все миры они перемешаны и там твой аватар он как бы через во всех играх одинаковый ну вот собственно это может быть первая ступень в направлении этого мира то что мы движемся в том направлении это понятно нравится нам это или нет ну и закончу на вот такой шутки крипту панку пишет его мама и спрашивает может быть это странный глупый вопрос но все ли nfc созданы на эфир на эфире или только великие и он отвечает только великие и мама говорит да я так и думала но на этом мы закончим скажу только два слова что завтра вместо стрима я запишу вам точнее сегодня запишу на завтра видео про шайдон network потому что открыл увидел что оказывается токены шайдон стоят приличных денег а я участвовал в прочей на аукционе завтра расскажу как выводить токены шайдон куда что с ними можно делать где можно их продать какие приложения вообще чем занимается шайдон также можем посмотреть если останется время на другие проекты накат которые запускаются на кусами а потому что я знаю что люди спрашивали про это пора сделать видео на эту тему всем спасибо за внимание хороших выходных пока